Ну что, Евгений Севастьянов, предыдущий участник, получил очень низкую оценку 7,94. Процент брака был, конечно, велик. А сейчас... Михаил Бадмаев, это Бурятия, Сибирский федеральный. Вот уж у кого должны быть традиции, казалось бы. Да, город Улан-Удэ. Ну, проблема этой сборной команды состоит в том, что они 8 лет состояли членами Федерации шавлинских боевых искусств. И спортом не занимались, да. То есть они занимались возвращением киноварной пилюли, медитацией. Хотелось выступать. И когда они пришли на соревнования, выяснилось, что выступать не с чем. И здесь нужно показывать хорошую технику, ее не было. Но вот сейчас Игорь Марковец очень динамичный человек. Он за два года практически сделал невозможное, сумел подготовить спортсменов. Конечно, они сырые, но они уже делают базу, они делают даже элементы повышенной сложности. Я думаю, посмотрите, как достаточно чисто сделал. То есть способные ребята с ними поработать, мы поможем, безусловно, в этом. И даже подсечку прошел достаточно чисто, видите, но не удержал позицию. То есть самые базовые вещи, да, он не может сделать. Хотя данные есть. И ощущение, что вот у Михаила он немножечко бережет палку, что ли, когда он вот бьет по ковру. Просто отсутствие опыта. Отсутствие опыта. И он не знает, как все это нужно делать. Но уже выступает. И выступает по правилам, в общем-то, можно сказать, что он уже на пути к успеху. Я думаю, что через пару лет эти ребята будут в призовых, так сказать, категориях выступать. Молодец. И у него есть данные. Чуть-чуть не поставил руку, даже было видно в воздухе, что испугался, согнул ногу, боялся, что не хватит высоты. И несмотря на это, встал. Не, молодец. Достойно. Приятное впечатление оставляет эта команда. Они хотят выступать. И это залог их успеха в дальнейшем. Очень много, знаете, наплодили, Дмитрий, вот таких полуэффективных федераций. Есть там тренеры, которые вообще там создали некоммерческое партнерство под названием Национальная федерация УШУ. Проводят свои чемпионаты и говорят, что готовят сборную к Олимпиаде в Пекине. Как интересно. Да, вот поразительно. Ну, совести хватает, как говорится. Михаил Бадмаев 7.35 получает. У него низкая оценка. Ну, как мы говорили, у него все впереди. А на самом-то деле федерация УШУ вообще одна. Есть одна аккредитованная организация, аккредитованная государством. Это федерация УШУ России. А вот и оценки. Владимир Красюк вместе с Алексеем Лиховым первые. Да, Алексей Лихов выиграет на говоре. Ну, как мы уже и говорили, причем от него отстал Владимир Красюк-то ненамного. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть, но это лидеры. Это лидеры. Длинное оружие тоже они, видите, как у всех, оценка 9.6. На сотые расходятся результаты. Вот, и я продолжу свою мысль. Существует одна аккредитованная государством федерация, которая уже существует очень давно в стране. Воспитала массу чемпионов мира, заслуженных мастеров спорта. По саньшоу у нас великолепные тренеры. Это Магомед Камиль Рабаданов, Гусейн Магомаев, патриархи в УШУ, которые подготовили неоднократных тоже чемпионов мира по поединкам саньшоу. И, конечно, вот эти все полуэффективные федерации, они, я надеюсь, что увидев нашу трансляцию, многие люди, наконец, разберутся, где же УШУ, где спорт и куда следует вести детей. Относитесь аккуратнее к выбору секции для ребенка. Потому что, конечно, профессиональная квалификация тренера – это залог здоровья вашего ребенка. Ведь могут и покалечить ненароком. Конечно. Движение сложное, вы видите, какая техника. Есть сертификация тренеров. Об этом были разговоры? Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы обязательно провести сертификацию. Вообще, спрашивайте категорию. Существует понятие государственной тренерской категории? Высшая, первая категория или это заслуженный тренер России? Вот все, кто работает, скажем, со спорткомитетами городов, Федерацию УШУ России, они все имеют государственную тренерскую категорию. Либо тренер первой категории, либо тренер высшей категории. Должны быть профессионалы, особенно работать с детьми. Вообще, очень хорошо, что в нашей трансляции мы показываем не только взрослых, но и юниоров, участников открытого Кубка Москвы. Это у нас Саратов, да, Пьянзина, Таня. Это, конечно, совсем не тот уровень, но зато можно посмотреть, чему можно научиться. Ну вот, буквально, что называется, базовая техника остается за два года. Два года, в среднем срок для базовой техники, на третий год спортсмен может начинать принимать участие в соревнованиях уровня города. Саратов, вообще, у него хорошие традиции в подготовке молодежи. И сильные здесь Сокольников, Кирилл и Татьян Пьянзина. Они будут, безусловно, в юниорской сборной. И, я надеюсь, войдут по прошествии какого-то времени во взрослую сборную команду России. У нее оценка, конечно, не очень высокая, 8-0-9, но, с другой стороны, вряд ли бы поставили больше, очень большой процент как технического брака, так и не очень, что называется, с точки зрения духа, так еще немножечко в себя не верят спортсменки. Виктория Кондратова. Это москвичка Вика Кондратова, чемпионка Европы по ушу среди юниоров, воспитанница Надежды Николаевны Макась. Надежда Николаевна сама в прошлом чемпионка Европы по ушу, мастер спорта международного класса. Вот у нее подрастает такая достойная смена. Вика очень перспективная спортсменка, небольшая ошибочка в равновесии. Но это сложное равновесие, обратите внимание, они делаются подряд, одно за другим. А вот здесь как в воду бросилось, думала, или вот... Да, и она не додержала равновесие двух секунд положенных. А здесь чистенько. Достаточно чистенько, хотя разбег был такой на прямых ногах, не очень она быстро это делает. Так иногда разбегаются представители художественной гимнастики. Она не занималась художественной гимнастикой, она чисто занималась в ушу. Хорошая подсечка, молодец, 900 градусов. Только сама себе не поверила в конце. Да, да, аж испугалась, по-моему, что сделала. И хороший прыжок, вот здесь чуть было не схватилось рукой за пол. Но не схватилось, а вот этот выброс руки, без касания ковра, разумеется, он же не судится. Если не было касания, не снимут, не судится. Красиво вот эти поддержки, да, когда фиксируют ногой одной, одной другой. Причем кажется, очень сложная поддержка, на самом деле ты сам себя как бы как на стул сажаешь, очень удобно. Коу-туи называется, кинг-кэн. Ну, все-таки у ушу это анатомически тоже достаточно правильно. Да, выверенное. Все-таки возраст в ушу больше тысячи лет этих упражнений. Поэтому оно выверено на сотнях, в общем-то, занимающихся. На сотнях, на миллионах. На миллионах, да, наверное. Конечно, спортивное ушу трансформированное сильно. Оно отличается от того, что было раньше. Оно более акробатическое такое, более зрелищное. Эффектное, скажем так. Вот шпагат. Хорошо пришла, четко. Да и положение руки очень хорошее, перпендикулярно полу. Ну и подсечка, это, конечно, большой успех. Молодец, это, конечно, одно из призовых мест будет. Вика Кондратова. Оценка 8,84. Ну, неплохо, неплохо. Хорошая оценка, да. Для юниоров это достаточно высокая оценка. Для юнафа оценка по девятку. У них девятка это высшие обычные оценки. Выше не бывает? Ну, бывает или нет, но сделаем и будет. Да, но, как правило, все-таки у них не хватает силы. Мы не можем, молодежи, они не делают с такой силой, как взрослые. Поэтому за вторую, вот вторая бригада им не ставит высоких оценок. Ну, давайте еще раз напомним тем, кто не смотрел нашу первую трансляцию, об оружии, вот, в частности, о мечах, о которых мы подробно рассказали в нашем первом репортаже, о первом дне. Сейчас, Дмитрий, мы посмотрим Свету Жоркину, поскольку это лидер наших соревнований. По юниорам. Да, по юниорам. Выходит сейчас на первое место, ведь волнуется, стоит, потому что в прошлом виде она упала. У нее было такое досадное, в общем, падение при выполнении махового сальто с твистом на 360 градусов. Здесь она тоже этот элемент будет делать и, конечно, боится. Вот перед выходом на ковер они с тренером отрабатывали его в разминочной зоне. Михаил Кузиков тренирует ее. Тоже чемпионка Европы среди юниоров. У нас очень сильная юниорская сборная, лучшая в Европе. Чисто прошла подсечку, но чуть не упала назад уже в позиции кубу. Зато здесь чисто. Да, здесь чисто. Пришла, как влетая в позицию. Посмотрим сейчас, как она сделает элемент этот. Да, получилось у нее. Молодец. Сложный элемент. Сложный элемент, и она упала на нем в длинном кулаке. Посмотрите, какая хорошая скорость. Вот то, о чем мы говорим, что лидеры юниоры, они уже приближаются к взрослым. По динамике движения. А здесь почти в шпагате. Великолепное. Да, это Шидзе Пинхэн в форме иероглифа 10. А 10 это крест. Это китайский крестик, иероглиф крестик. И вот из-за этого называется Шидзе Пинхэн. Равновесие как десятка, то есть равновесие крестом. И она, как видно, очень хорошо фиксирует вот позу. Очень хорошая, да. Это на одной ноге и вытянутой другой. Тектоника, она абсолютно замирает как великолепно. Ничего не качается, не дожимает позицию, как многие. И техника Дзянь, хорошая техника мяча. Чистенькая очень девочка. И очень хорошо высоко прыгает. Помогает ее тренировать Татьяна Куприянова. Она уже в составе сборной команды. Но основной тренер Михаил Кузиков, как я говорил. Очень настойчивая. Из нее, конечно, вырастет хорошая спортсменка. У нее была тяжелейшая травма правой руки, локтевого сустава. Упала? Упала. Был перелом. Наложили гипс. Пришлось ломать руку второй раз. Но восстановилась. Видите, блестяще выступает. И благодаря, кстати, клинике Сергея Михайловича Бубновского, есть у нас такой кандидат наук, автор выдающейся теории восстановления реабилитации спортсменов. Спасибо ему большое. Ее оценка 8, извиняюсь, 8,93. Неплохо. Хорошая оценка, да. У лидера. Есть люди, которые в первую очередь прислушиваются к себе, а не к тому, что говорят окружающие. Таких людей нечасто встретишь. Но когда они встречаются, они напоминают нам, что не существует, не могу, не получится или невозможно. Эти люди напоминают нам, что важно просто верить. Невозможное возможно. Это по мне. Ощущая себя ребенком, буду я как в детстве радоваться громко. Да, я люблю в жару водоема отказаться. И страшно, если подмочить чужую репутацию. Да, я люблю его. И все абсолютно знают, его лицо по всей стране и тут, и там мелькает. Да, я люблю. И мне с Рональдом так здорово. Его частичка в каждом жителе любого города.